Итак, как быстро и легко победить босса-паука-матриарха в Baldur's Gate 3 на максимальном уровне сложности? Тактика. По шагам. Подбирайте паучьи сапоги, чтобы не провоцировать тревогу, когда выступаете по паутинам. Найти их можно в этой же пещере, до битвы. В стелсе скрытности переводите всех, кроме ассасина-вора, на эту позицию. Но переводите их по одному, каждый раз передавая паучьи сапоги, чтобы не вызвать тревогу. Располагайте их четко неподалеку от радиуса зрения босса-паучиха. У вашего кинжальщика-стелсовика, в моем случае это Астрион, должен быть яд-дроу. Вы ждете момента, когда паучиха начнет уходить вот отсюда. Смазываете кинжалы ядом-дроу. Прыгаете, можно на быструю клавишу, в паучьих сапогах и атакуете ее сзади. При успешной атаке она должна отключиться. После чего, передавая сапог остальным членам команды, а они у вас будут не в бою, вводите каждого из них в бой по одному. После того, как он атаковал, передаете сапоги следующему и так далее. Если вы скрафтили копье Абсолюта, то оно особо эффективно именно против целей с большим количеством глаз, таких как пауки. Так что имеет смысл дать его кому-то на эту битву. Я отдал его Лейзель, где именно на эти части копья и полную версию победы над пауком я подробно разжевываю в своих прохождениях. А в этом гайде только самое основное. В итоге паучиха вздыхает без единого прокаста или с минимумом таковых. Остальные несколько ее пауков убиваются без проблем толпой. Стреляйте в них сверху вниз, а если они успеют к вам приблизиться, добивайте вблизи как угодно. Не забывайте здесь же слутать особый алмаз для открытия книги Некрономикона. Отдать ее можно, например, Астриону. Лутайте всю локацию персонажам в паучьих сапогах и не забывайте снять их, когда перестанете ходить по паутине. Кто в лайк и коммент молодец, а видосику конец.